Сегодня поговорим об дорогих картинах и их непомерной стоимости, а также я представлю несколько своих копий по мотивам некоторых из этих болотен, тем самым показав, что аналоги подобных шедевров в кавычках можно и в домашних условиях за 100 рублей состряпать. Для начала посмотрим самоопределение слова картина. Картина в живописи – произведение изобразительного искусства, относительно ограниченное от окружающей среды и предполагающе сосредоточенное длительное восприятие с одной фиксированной точки зрения. Власов ВГ – новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. Ну или же более простым языком – картина – произведение живописи в красках на куске холста, доске, листе бумаги. Из вышесказанного следует, что любая подобная мазня может полноправно называться картиной и претендовать на лавры эстетического шедевра мирового искусства. Даже мои каракули пальцами в творческом порыве нарисованы. Ну да ладно. Перейдем к картинам. Первая на повестке дня – спаситель мира Леонардо да Винчи, проданная за 450 миллионов долларов. И, казалось бы, картина относительно неплохая, но они за почти полмиллиарда же, благодаря чему он стал самым дорогим произведением искусства в истории. Тем более, что долгие годы картина считалась утраченной, а когда наконец нашлась, ее подлинность не признавали годами. К тому же, из тех музеев, в которых подвергшаяся реставрация картина проходила экспертизу, только лондонский после консультации с крупнейшими экспертами рискнул признать авторство Леонардо. То есть, картину в полной мере нельзя назвать подлинной, но это не помешало расследованному принцу Саудовской Аравии Мухаббеду Ибн Сальману Аль-Сауду вбухать почти полмиллиарда в покупку сего шедевра в 2017 году в акционном доме Кристис. Кстати, вскоре разразился страшный скандал. Эксперты так и не смогли подтвердить подлинность картины, так как анализы сильно затрудняли многочисленные реставрации. В 2017-19 годах полотно не показывали на общественности и даже ходили слухи, что его выкрали из музея в Саудовской Аравии. Еще один интересный момент. Российский миллиардер Дмитрий Рыбалеев, который купил картину в 2013 году, продал ее Саудовскому принцу в 3,5 раза дороже, чем купил ее сам за 127,5 миллионов долларов. Получается, выходец из семьи медицинских преподавателей неплохо так нагрел саудита, родившийся сразу богатым с денежной ложкой во рту. Идем далее. Картины «Обмен» и «Женщина 3» Вильяма Декунинга. Первая из них «Обмен» была продана на торгах в 2015 году американскому миллиардеру Кенниту Кэг Гриффину за 300 миллионов долларов. Необычные шедевры, по словам автора, отражают уродливую реальность послевоенного времени. Лично же я как не верчу, как не сматрируюсь, реальность, а уж тем более послевоенное время тут не наблюдаю. И более чем каракули, как и во втором случае. Речь про «Женщину 3». Долгое время полотно со странной и весьма уродливой женщиной хранилось в Сегеранском музее. Но после введения в стране строгих законов и морали, картины решили сбалиться. Новый владелец видел в необычном женском образе особу королевских кровей, напоминающую ему даму с горностая. Несмотря на любовь к произведению, он продал полотно американцу Стивену Коуну за баснословные деньги. 137,5 миллионов долларов. Но не оправдывают эти картины свои стоимости. Конечно, помимо визуала есть смысловая часть, которую автор, в данном случае этот нидеранский художник, в свою работу закладывает. Но если ты выбрал визуальный способ подачи, будь добр, сделай так, чтобы и остальные люди понимали, ну или хотя бы правильно предполагали заложенный в нее с тобой смысл. То в случае обмена что угодно увидишь. Собственно, в этих наезжающих друг на друга элементах картины можно углядеть разрушение во время катастрофы. Я ведь тоже могу каляку-маляку нарисовать. И, собственно, нарисовал. Вальс и вальс минимализм. Вложить в нее только, ведомый мне, смысл. И пусть потом потом голову ломаю, что это дичь значит. Но так как что-то нормальное рисовать я не умею, только геометрически абстрактную ерунду, то как-то художествами заниматься не стремлюсь. Так как могу выразить свои мюсли в виде текста на бумаге. Чем сценарик данному ролику является. Хотя, был бы у меня графический планшет и временная прокачка с тела, то я, возможно, занялся бы рисованием всерьез, и всякие псевдоаниматоры популярны. Рисовать на белом фоне, без, почти без каких-либо деталей, и человечка в простой форме, которые не двигаются в привычном понимании, так как для полноценных движений не хватает промежуточных кадров, а топорно дегургаются. Вот это в наше время называется анимацией. Но, к сожалению, времени на раскачку у меня в данный момент нет. Расскажу об этом в другом ролике. Да и денег, а планшет же тег и тег тоже. Так что возможно как-нибудь потом, если станет лучше. Кстати, можете поддержать донатом, ссылочка в описании к ролику. Ну да ладно, я заговорился, пора перейти к господам, на работы которых я, собственно, копии сделал. Что ж, пожалуй, начнем с этого шелуна. Марк Радко, собственной персоной, и его великие, в кавычках, произведения истинного искусства, а именно фиолетово-зеленое-красное за 186 миллионов долларов, на которые я, собственно, копию и нарисовал. Оранжевый-красный-желтый за 86 миллионов 882 тысячи долларов. Есть еще номер один, королевский красный и синий, но это уж совсем пешмак. Всего-то 75 миллионов 100 тысяч долларов. На каждой из них мы видим по два-три прямоугольных, близких к прямоугольным фигуре внутри красного прямоугольника. Ничего сверхъестественного, будоражащего разум своим смыслом или красотой стиля и формы тут нет. Не знаю, чего богатее, да простой люд, которым внушили вселенскую значимость прямоугольникам, как на это фапу. Ведь даже сам автор и говорил, что его картины не несут скрытого смысла, а являются источником истинного цвета и эмоций. Трагический опыт катарсиса есть единственный источник любого искусства. «Мои картины – это непредсказуемые путешествия в неизвестный мир. Скорее всего, зритель предпочел бы у него не отправляться», – писал он. Радко обожал игру цвета. Его задача – вызвать определенные эмоции с помощью необычного сочетания цветов. Худорник предупреждал, что только цвет выступает главным героем произведения. На пике творческого расцвета Радко уже не мыслил категориями отдельных плотин. Его У выстраивал концепции нераздельного арт-пространства. Пределом мечтаний для Радко было писать холсты, задуманные под конкретные помещения. В идеальном же спроектированном, с необходимой ему геометрией стен и размещением источников естественного освещения. Вообще, сначала у него были более детальные произведения, которые мне даже нравятся, например эти. Но во второй половине творческой жизни Радко стал одержим цветом и его композицией, что привело к тому, что большинство ее работ стали представлять собой цвета на свете, порою по 20 слоев краски. Этим он мне напомнил короткометражку «Зима Блю» из анимационного альманаха «Любовь к смерти роботы», где на картинах художника неизменным оставалось наличие абстрактных фигур особого голубого оттенка. Идем далее. Главное блюдо данного ролика – Барнет Ньюман. Свет Анны за 105 миллионов 700 тысяч долларов. Картина написана в честь Анны, матери Ньюмана, ушедшей в мир и ноль. В чем суть произведения? Почему так дорого? Знатоки искусства объясняют феномен потрясающим эффектом, который создает свет. Говорят, что хоз нужно рассматривать вблизи, медленно продвигаясь от одного края к другому, погружаясь в глубину красного кадмия. Как вы можете видеть по его работам, он по своей сути Радко 2.0. Также экспериментировал и любил свет, тоже еврей, но и творили в одном стиле – абстрактном экспрессионизме. Ну и собственно моя копия света. Красный цвет так и играет, переливается, наполняя сознание красной пеленой. Если долго выглядываться, то можно увидеть красную бездь ворота ада, в котором грешников жарят на вечном огне. А свет пульсирует, создавая потоки едва зримых вол и манит к себе незадачу его зрителя. Оно в то же время предостерегает его от пучины дьявольской. Как говорится, помни час своей смертной и вовек не согрешешь. Следующим у нас, пожалуй, будет Джексон Поллок и его картины номер 17А за 200 миллионов долларов и номер 5 за 140 миллионов долларов. В первом случае американский миллиардер Кеннет Гриффин купил полотно Поллока за рекордную сумму у фонда Дэвида Гэффина. Чтобы написать этот шедевр, живописец расстелил холст на полу и расплескал по нему краску. Рисунок в виде паутины создавал вовсе не кистью, а ударами веревки. Наличие именно таких картин в списке самых дорогих и вызывает неудумение у публики. Объяснение феномену Поллока вполне обоснованно. Важно не то, что на картине, а то, как ее писали. Художник работал не кистью, а куском картона, ножом и даже совком. Масло смешивал с битым стеклом и песком, создавая необычный рельеф. Манера живописца приглянулась оценителям искусства во всем мире, сделав Поллока одним из самых известных творцов Америки. Он был широко известен своей техникой наливания или разбрызгивания жидкой бытовой краски на горизонтальную поверхность. Техника капельного рожения, но также называлась живописью действия, так как он использовал стил своего тела для рисования, часто в низовом стиле танца. То есть его способ рисования можно назвать прообразом современного перформанса, который такой же бессмысленный и беспощадный, как картины Поллока. Впрочем, Джексон, как и другие вышепредставленные, творил в стиле, известном как абстрактный экспрессионизм. Целью художника при таком творческом методе является спонтанное выражение внутреннего мира подсознания, в хаотических формах, неорганизованных логическим мышлением. В таком случае любой может быть художником, так как спонтанно выражать свое подсознание в хаотичной форме несложно и доступно каждому. Я когда сажусь и начинаю что-то непроизвольно рисовать, то у меня получается абстрактная мешанина, подобная работам этих творцов, абстрактного экспрессионизма. Вот, собственно, моя работа по мотивам Поллокен Поллока. Номер 120 Атх. Абстрактный деструктивный хаос. Это буйствование пересекающихся с друг другом в яростном порыве безумной пляпки создает первозданный хаос бытия. По логике вещей, в случае массового абстракционизма, картины должны обесцениться. Но пока что еще не все люди поняли, что на странной ереси можно поднять бабла, и конкретно эти картины, как первопроходцы, подобных галематий, сумели набить себе цену. Кстати, самое забавное, что даже на грязи можно что-то прекрасное рисовать, как, например, делать Скотт Уэйт или же наш соотечественник Никита Голубев. Ну и да ладно. Переходим к Джасперу Джонсу с его американским флагом за 110 миллионов долларов. Американский художник создал картину с апатриотическим сюжетом в 24-летнем возрасте. Автор признается, что однажды ему приснесся сон, где он рисует американский флаг. После пробуждения художник тут же сделал сновидение вещи. Собственно, что тут сказать, автор настолько патриот, что флаг стороны даже во снах видит. Да и в принципе, судя по остальным картинам, американский флаг он любил сам по себе рисовать и без всяких снов. К тому же, вся ранняя работа автора создана с использованием таких простых образов, как флаги, карты, мишени, буквы и цифры. Ну и вот моя вариация на американский флаг Джонсона. Как-то раз во сне увидел я Джаспера стоящим в кругу своих картин с изображенным на них американский флаг. Он задумчиво рассматривал свои творения и заметив меня за кричок. О, Ваня, посмотри на эту однюю патриотизма. Разве тебя не манят эти светлые звезды в этом, света морских волн, квадратей, полосы, олицетворяющие единение нашего государства. Ты должен тоже его нарисовать. Конечно, произнес он это на своем, английском языке. И на самом деле это звучало вот так. После чего я понял, что тоже должен нарисовать американский флаг и проснувшись воплотил просьбу Джонса в жизнь. Собственный результат вы и так можете видеть. Ну и напоследок, бывают программы. Казимир Малевич, супрематическая композиция. 85 миллионов 812 тысяч 500 долларов. Конечно, творцов для рассмотрения картин еще много. Те же Пабло Пикассо, Джон Мишель Бастия, Фрэнсис Бекон и другие. Но про них уж как-нибудь в другой раз и так сценарий затянулся. Так что супрематическая композиция. 16 мая 2017 года она была выставлена на аукционе. Кристис в Нью-Йорке оказалась проданной за 85 миллионов и 112 тысяч 500 долларов. Покупатель остался гнонимным. Сделал профессионально дорогой в истории для картин российских художников. Собственная картина соответствует своему названию. Множество разноцветных и разновеликих геометрических фигур образуют пронизанные внутренним движением уравновешенные асимметричные супрематические композиции. А работа как раз представляет собой нагромождение геометрических фигур, расположенных на плоскости таким образом, чтобы с наибольшей полнотой и силой выразить замысел автора, состоящий в отображении комбинаций асимметричных плоскостей и простейших геометрических очертаний. А вообще, просто создаешь какую-то хрень, описываешь ее красивыми, умными, многогранными словами и вуаля. Новый, в кавычках, шедевр готов. Можно продавать. Ну и собственно моя поделка на основе супрематизма. Серый цвет полотна прибавляет работе глубины, а сочетание цветов образует кавалькаду, мчащихся навстречу друг другу прямоугольников. Все это сливается в единую абстрактную полиадрическую картину мира. А может быть и переполигонического бытия. Ну и вместо концовки. Ох уж эти миллионеры, миллиардеры и саудовские принцы. Негоже им обычными картинами наслаждаться. Им абстрактный бред за сотни миллионов долларов подавали. В плебе вроде меня непонятно. Были бы у меня такие деньги, я бы жил до вуссу не был. Не беспокоился завтрашнем дне, что я буду есть и чем налоги платить. Сам бы рисовать научился. Ибо я уже современным художником обошлял. И получил нечто оригинальное и то, что нужно лично мне. Ну а вы, дорогие зрители, берегите себя и своих близких. Не болейте. И еще увидимся. Нет смерти, нет страха. Я готов идти на плаху. Когда в небе буря грянет, Снова стану вместе с вами. Нет смерти, нет страха. Я готов идти на плаху. Когда в небе буря грянет, Снова стану вместе с вами.